Всем привет! Это не первая модель на нашем канале от данного бренда. Данная модель в первую очередь это компактность и отличные технические параметры, которые посмотрим далее в ролике. Всем приятного просмотра. В комплектации идут шупы, максимальный ток коммутации 10 ампер, есть защитный колпачок, ну и длина проводов порядка 90 сантиметров. Также руководство пользователя на английском языке, где можем видеть все основные технические параметры прибора, точность и допустимые отклонения. Прежде хочется отметить отличное качество изготовления, в том числе и отличное качество материалов, особенно учитывая стоимость прибора и самая большая ценность прибора это отсутствие традиционного селектора переключателя режимов. Сверху светодиодный фонарик, продуманная опорная ножка, видим есть четкая фиксация, ну и отличная фиксация на плоскости. Отсек для элементов питания для большей долговечности имеет бронзовую резьбовую вставку, один общий предохранитель для малых и высоких токов, питается от двух элементов стандарта 3А 1,5 вольт. На таких низковольтных никель-металл гибридных аккумуляторах видим прибор показывает индикатор низкого заряда, значок автоповер-офф, функция автоматического отключения прибора, это если не пользоваться прибором больше 14 минут издается звуковое предупреждение и через минуту прибор отключается. Значение на дисплее подсказывает о работе прибора в автоматическом подборе режимов измерения, прибор распознают как прозвонку, для измерения переменного напряжения бытовой сети все то же самое, прибор автоматически распознает режим измерения и показывает значение бытовой сети. Пробуем измерить элементы питания, но это все в автоматическом порядке и это особенно полезно для начинающих пользователей. Но благо здесь есть еще выбор ручного режима, с помощью кнопки функции переходим в режим измерения постоянного напряжения. также хочется отметить высокую точность мультиметра, 1 милливольт смотрим прибор распознает все как на высокоточном блоке питания Рейгл, дальше тоже видим сохраняется точность и на отметке в 5 вольт есть расхождение всего 2 милливольт. Как бы не казалось полезным функция автоподбора режимов, но есть один такой недостаток, например при подаче очень малых значений напряжения в милливольтах, то прибор как видим вместо того чтобы измерять напряжение прибор показывает сопротивление цепи, но если установить значение напряжения на 1 вольт смотрим прибор естественно распознает как напряжение, в том числе и постоянное напряжение, ну а вот при уменьшении на 0,1 вольт уже прибор переключается в автоматическом порядке на режим измерения снова сопротивления, а все что ниже 100 Ом еще распознается как и прозвонка, но если в ручном режиме переключиться в режим измерения постоянного напряжения, то видим как прибор распознает милливольты, которые автоматический режим не смог распознать, еще раз нажатие этой кнопки позволяет переключить в режим переменного напряжения, с помощью данного прибора будем генерировать сигнал и на пиковой амплитуде в 5 вольт с частотой 50 герц видим достаточно неплохое извлечение истинного среднеквадратичного значения, в чем можем убедиться и на примере осциллографа райгал, пробуем поднимать частоту, видим пока что извлечение сигнала не меняется, 1 кГц результат прекрасно сохраняется, а выше как и на большинство приборов идет провал, для полноты картины на 1 кГц также смотрим и другие варианты сигналов, как видим есть достаточно быстрая стабилизация измерения, смотрим также отличную возможность извлечения на столь малой пиковой амплитуде, измерение сопротивления совмещается с прозвонкой, измерение будем начинать с очень малых сопротивлений, видео идет в ускоренном режиме, половина Ома измеряет, 5 Ом отлично, на 84 Ома уже нет прозвона, 100 Ом быстрое измерение, а вот дальше прибор в ручном режиме отказывается измерять, но стоит прибор переключить в автоматический подбор режимов и как видим во первых увеличивается скорость измерения, ну а дальше пошел процесс вплоть до 23 мега Ом, тоже касается режима прозвонки, видим достаточно хорошую реакцию, скорость, ну и видим следы при размыкании, в режиме теста диода достаточно неплохое напряжение, 3,3 вольта, есть падение напряжения и тишина в обратную сторону, светодиоды отлично зажигают, есть падение напряжения, зажигают в том числе и остальные светодиоды, в целом отличный результат, теперь посмотрим и проверку светодиодной лампочки, здесь также зажигает и есть падение напряжения, в режиме измерения конденсаторов видео немного ускоренном режиме, ну и как видим достаточно быстрое измерение, 22 пикофарад показывает как 56, ну и 10 пикофарад видит как 28 пикофарад, также смотрим и более крупные емкости, измерения идут достаточно долго, 4,7 милифарад нормально измеряет, видим измерение 12 милифарад, 22 микрофарад и как видим 47 милифарад, еще раз нажатие возвращается в автоматический режим, короткое нажатие данной кнопки включает режим NCV так называемый тест скрытой проводки и и эта функция прекрасно работает, это не муляж и в зависимости от расстояния видим как меняется степень интенсивности свето звукового оповещения, а удержание нажатой данной кнопки позволяет включить фонарик, еще одно нажатие кнопки power позволяет переключать прибор в режиме измерения обнаружения фазы с помощью одного шопа, здесь как видим есть фаза, здесь как видим 0, удерживая нажатой данную кнопку можно включить подсветку дисплея, видим неплохие углы обзора, на вертикальный угол есть небольшой переход контраста, но и подсветка гаснет очень быстро, смотрим измерения переменных малых токов и как видим прибор показывает примерно 3 миллиампер тока, для любителей проверки утечки тока довольно полезная функция смотрим неплохие показания измерения, одна цифра после запятой это и возможность увидеть микроамперы, с увеличением тока видим есть незначительное отклонение, но все равно не так много, пробуем включить с напряжения 2,2 вольт, есть стартовые токи, но не хватает напряжения на 2,3 вольта, уже нормально включается, небольшой ток потребления в полтора миллиампера, но при этом горит индикатор низкого заряда, на нормальном напряжении в 3 вольта исчезает индикатор низкого заряда, но при этом растут токи потребления незначительные, включение фонарика ток уже выше 6 миллиампер, а вот яркость свечения можете оценить, ну а подсветка дисплея, ток потребления еще больше, с помощью кнопки hold также можем удерживать показания измерения, и еще такой тест, смотрим потребление тока в выключенном состоянии, смотрим все нули, хотя как видим есть мизерный фоновый ток и это порядка 1 микроампера, чехол здесь, помимо яркого цвета, имеет хорошую эластичность, и прежде чем заглянем в начинку прибора, поддержите развитие канала лайком, комментариям, и не забудьте подписаться, сразу в глаза бросается микропроцессор, видим достаточно крупное реле, щелканье которого слышно далеко за пределами прибора, фонарик здесь напрашивается более мощный, по качеству пайки видим все аккуратно, без следов канифолии, есть версия или это дата релиза, ну и везде как видим есть маркировка компонентов, всем спасибо за просмотр,